В 2004 году у моей двоюродной сестры Наде были сложности с математикой. Она жила в Новом Орлеане, а я — в Бостоне. Я решил заниматься с ней через интернет. Получилось удачно, так что я решил помочь другим родственникам. Я быстро понял, что уроков много, и их сложно планировать. Я просто начал выкладывать их на YouTube. В 2009 я стал посвящать Академии Хана всё своё время, и осенью 2010 мы получили финансирование от фонда Билла и Мелинды Гейтс и от Google. Теперь мы уже настоящая организация. Сейчас на традиционных уроках учитель вынужден читать одну лекцию для всех, а это означает, что одни ученики чего-то не поймут, а другим будет скучно. Ученикам приходится решать задачи самостоятельно. Они возвращаются, процесс повторяется, потом проводится контрольное. После контрольной, неважно, 70% или 95% вы сделали, вы переходите к следующей теме, и почти гарантированно накапливаются пробелы в знаниях. На каком-то этапе база ваших знаний окажется недостаточной, и всё рухнет. Должен быть более эффективный способ. Когда мы учились в старших классах и готовились к Олимпиадам по математике, мы учили друг друга совершенно иначе. В такой внеклассной обстановке, когда ученики учат друг друга, все усваивали математику гораздо лучше, каждый учился в собственном ритме, было много взаимодействия и общения, люди начинали понимать связи между разными темами, потому что для участия в Олимпиаде нужно видеть всю картину в целом. Идеальная форма взаимодействия — один на один. Есть учитель, есть ученик, и учитель может приспособиться к ученику. В школьной системе эта схема не используется, потому что она неэкономична. Как сократить её стоимость? Как обеспечить больше ресурсов, чтобы снизить соотношение числа учеников к числу учителей? В моём представлении реальный показатель — это время эффективного общения ученика с учителем. Мы планируем Академию Хана как бесплатную виртуальную школу для всего мира. Наше видео охватывает буквально всё. От базовой арифметики до математики университетского уровня, точных наук и экономики. Виртуальный лектор освобождает учителя, который теперь может тратить своё время на индивидуальную помощь ученикам. У нас есть программная платформа, у нас ученики, учителя и родители могут получить статистику о том, что происходит. Они могут общаться друг с другом и даже учить друг друга, так что у нас действительно виртуальная школа для всего мира. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...